Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Сергей Маргачев спортсмен со стажем. За его плечами всероссийские турниры. Но Сергей не прочь потренировать серые клеточки и на районном первенстве. Тем более побороться за первое место пришлось против ветеранов спорта. Самарский турнир проходил в формате быстрых шахмат. То есть одна партия длилась 10 минут. Сборная подростков против взрослых. Еще один нюанс. Чемпионы призера соревнований определялись только в личном зачете. А чтобы уравнять шансы на победу, мастер Фиде Международной шахматной федерации провел мастер-класс. У нас очень специфический турнир. Молодежь против взрослых. Непривычная система. Обычно используется либо круговая система, либо швейцарская. У нас хьюнингенская. То есть каждый из детей сыграет с каждым из взрослых. Наоборот. А друг с другом между собой они не играют. Первый тур сейчас прошел и примерно поровну. То есть взрослые 4 партии выиграли, дети 3. Ну вот на первой доске, которая самая сильная, победил именно ребенок. В шахматы в Самарском районе играют везде. От набережной и дворов до ленинградской и книжных магазинов. В некоторых школах это обязательный предмет. Поэтому не случайно, что от желающих сразиться за шахматную корону в районных соревнованиях обычно нет отбоя. На турнирах играют и отцы, и дети. Мастера садятся за одну доску с любителями. Очень интересно видеть внимание людей к шахматам, что даже прохожие, проходящие мимо нашего определенного турнира, обращают внимание, очень интересуются, сами изъявляют желание поиграть. Очень интересно посмотреть, как более молодое поколение набирает своего опыта у более опытных игроков. И в свою очередь более опытным игрокам тоже очень интересно передать свой опыт молодому подрастающему поколению. В итоге самым сообразительным спортсменом в Самарском районе оказался шахматный ветеран Александр Барышников. У него золотая медаль. Серебро и бронзу у молодежи Евгения Кобыльскина и Виолетты Ероховой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.